Друзья, всем огромный привет! С вами Виталий. Добро пожаловать на мой канал Вещай Сакраменто, Калифорния. Знакомьтесь, кто не знает, это мой брат Назар, его жена Виктория. Сейчас мы... Всем привет, всем привет! ...также ее увидим. В этом видео я пришел к нему в гости. Назар с Викторией расскажет свою историю переезда в США, свою историю поиска жилья, работы, чем они здесь занимаются сейчас, нравится ли им в Америке или не нравится, и много-много разных нюансов. Я думаю, будет очень интересное видео, не переключайтесь. Также еще хотел сказать, ребята, все, кто сейчас проживает в США давно или недавно, если у вас есть желание поделиться своей историей на моем канале, вы можете меня позвать по ссылке в описании, если вы где-то здесь в доступности, что я могу до вас доехать. Если вы адекватно, честно хотите поделиться мнением о США, даже если оно вам не нравится или нравится, чего вы здесь добились, достигли, открыли какой-то бизнес, или, возможно, вы хотите уехать отсюда. Я приеду к вам, можете показать свое жилье, что угодно. Я думаю, будет очень интересно, поэтому пишите мне в Инстаграме, а мы начинаем с Назаром, с Викторией. Ты живешь в этом доме во всем или как? Да, мы, получается, снимаем одну третью часть дома. Человек построил так дом, что он сделал одну часть дома, которую он может сдавать в аренду, как апартмент. И он ее как бы сдает, мы ее снимаем. Это не весь дом, это только вот, как бы... На самом деле, вход твой здесь, да? Ну, вход отдельный, как бы мы не заходим через дом хозяина. У нас отдельный вход, типа, в этом смысле все нормально. Вот. Дальше расскажешь, как ты нашел это жилье. Хочу сразу сказать, что это очень мудрое решение этого человека. Сделать вот такое жилье. Смотри, оно может ему, либо для его детей, либо оплачивать ему, не знаю, коммунальный всего дома, либо налог на землю, либо даже ипотеку. Ну, кредит может оплачивать. То есть, он, получается, построил дом с расчетом на то, что как бы сын захочет с ним жить. Сын пожил и построил свой дом, ну и в итоге как бы освободилось помещение под аренду. У нас есть тут как бы свой вход, общая, как скажем, площадь, есть беседочка, есть бассейн, я не знаю, тут видно будет или нет. Там дальше есть тоже джакузи. И вы можете этим пользоваться так же? Да, мы спрашиваем, как бы, ну, надо договариваться, чтобы не было так, что они позвали своих гостей, мы позвали своих гостей. Мы спрашиваем, можно, можно. Вот день рождения у меня было пару недель назад. Вот, мы позвали гостей, беседочки, столы поставили, он дал нам свой гриль, хотя у нас, ну, нету как бы. То есть, мы в таких достаточно хороших, ну, в хороших отношениях, у нас никаких нет проблем, мы все вовремя платим. Тем более, это как бы получилось так, что это знакомые, но об этом может дальше поговорим. Знакомые наших друзей, даже не знакомые, а родственники, вот. Поэтому, так, вот это наш ход отдельный, мы сюда заходим. И так выглядит наша квартирка. У моих батьков есть тут друзья, и она вернулася до них за допомогой, что они могли бы быть, как бы, нашими спонсорами. И они погодились. Очень быстро все нам оформили, нам пришло подтверждение буквально за один день. И таким способом нам получилось. Ну, нужно уточнить, что раньше одобряли реально быстро. Так. За один, два, три дня люди за неделю уже получали все. Да, она только написала нам, что типа я запомнила. Это был вечер у нас. На утро мы проснулись. И уже, короче, пришел имейл. Мы получили, получается, на следующий день. Но много наших знакомых, реально в то же самое время, у которых не было никаких других знакомых в Америке, искали по группам в Фейсбуке. Тогда еще было так, что находили. Сейчас я знаю, что много мошенников, которые просят деньги, как бы, дайте мне денег, я вам заполню спонсорщип. Ну, скорее всего, это, может, даже наши таким занимаются. Или, не знаю, или какие-то америкосы говорят. А, ну, прикол был. Не, подожди. Мы писали до того, как мы решились попросить родителей, чтобы они помогли нам в поиске спонсора. Мы писали в группе. И нам писали америкосы, Вике писали америкосы, я могу тебя, типа, забрать. Ну, как бы, типа, без меня. То есть, как бы, ей писали намеки, говорили... Окей, ты давай, мужа не надо, да? Да, говорит, типа, я тебя приму, типа, я... Или мама писала какого-то сына, у меня сын молодой, как раз, типа, этот. И вообще, как бы, было все равно, что мы прям выставили свою фотку совместную. Что мы муж и жена. И как бы вот такие люди писали. Я не знаю, мне кажется, что если одинокие девушки пишут, это надо быть очень осторожно. Какие могут быть просто маньяки непонятные, которые могут даже на вас заполнить спонсорство, встретить вас, а потом неизвестно. Ну, люди разные. Конечно, лучше всего это знакомые, либо это верующие, какие-то люди с церквей. Очень много есть организаций христианских, которые помогают в этом вопросе. Мне кажется, что это не лучше всего, а это, наверное, единственный шанс. Единственный шанс. Скорее всего, сейчас уже нет такого, чтобы незнакомые американцы заполняли за незнакомых им людей. Мне кажется, только остаются родственники, друзья, какие-то вот только так. Да. К сожалению, не знаю. Или официальные какие-то организации, которые помогают здесь, в Сакраменто. Ну, я не знаю, помогают ли со спонсорством, но они помогают уже по приезду. Много есть таких всяких церквей, разных организаций. Говорят, что есть церкви, есть какой-то список, куда люди пишут, но там, говорят, тишина не отвечает. Но я просто представляю, какое количество людей, наверное, пишет. Ехали немножко в неизвестность, потому что мы лично этих людей как бы не знали. Но в итоге, в конце концов, это оказались очень классные люди. И если бы не они, я не знаю, что бы мы делали. Они просто нас встретили как семья, с теплотой. Они нам сказали, живите сколько хотите. То есть подход. Понятно, мы понимали, что мы едем, мы не можем сидеть у кого-то как бы на шее. Мы едем как бы в семью. Но всё равно, как бы, такое расположение, оно действительно, ну, очень нам помогло. Что мы знали, что, как бы, нас не выгоняют. И они нам тоже помогали, как бы, искать. Вот, как бы, благодаря, в принципе, им мы и здесь и находимся, да, в этой квартире. Потому что они нам помогли, это их родственники. Так это было у нас. Но есть разные истории, есть люди приезжают без денег, без знакомых. И, ну, может, всё очень плохо закончится. Как бы, остаться без крова над головой, без машины. Когда едете, нужно обязательно иметь деньги на машину, хотя бы. Это самый-самый минимум. Хотя наши эти спонсоры, они даже нам свои машины давали, как бы. Ездить, да? Ездить, да. Хотя, как бы, ну, они тоже особо, как бы, нас не знали. Знали, что мы вот, как бы, вот дети. Они давали нам свои машины, они нам доверяли. Ну, мы, да, мы где-то, не знаю, через месяц аж купили машину, да. Конечно, машину мы купили, мы, у нас как бы, как крылья распустились. Мы стали независимыми. Мы уже стали больше ездить. Мы могли смотреть районы, где-то апартаменты. Это было, ну, намного лучше. Сразу к этой теме. Возможно ли здесь, в США, как минимум, в Сакраменто, жить без машины, либо вообще что-то? No way. Никак никуда не попадешь? Нет. Это только если у вас куда-то, я не знаю, какая-то работа, на которой вы можете спать и есть. То есть, вот в одном месте, если вы хотите только вот находиться, и куда-то может иногда поехать Uber-ом. Единственные варианты, которые у вас есть, если вы без машины, это Uber и Lyft, подобная компания. Автобусы какие-то, я видел, ездят, но они ездят, может, одну какую-то улицу, до которой, может, вам придется идти полчаса, час, я не знаю. Я думаю, они там стоят по часу на остановке, там автобусы очень редко ходят, и там никто на них не ездит, либо такой контингент, там единицы сидят. Этот город вообще, он не приспособлен для жизни без машины. Тут просто даже, наверное, с одной машиной здесь сложно, потому что если у тебя что-то случается с машиной или какой-то сервис, все, ты не можешь работать, ты не можешь в магазины ездить, поэтому тут на семью должно быть минимум две машины, вот реально. Мне кажется, по-другому здесь никак вообще. Как бы они вроде есть, велодорожки там, но как бы даже на велике куда-то доехать, ну вы будете ехать полдня, вот реально. Тридцать миль, да? Ну реально, пешеходов практически нет. Да. Я даже забываюсь о том, что при повороте там теоретически нужно кого-то выступить пешеходам, их просто нет. Обычно ты просто поворачиваешь там. Пешеходы — это homeless, только в основном. Слушай, ну на первый взгляд очень крутое жилье. Это как в стиле польской кавалерки, знаешь, небольшая, наверное, 35-40 квадратов, да? Ну как кавалерки у нас, ну, по американским меркам это one bedroom, то есть это есть отдельная комната. Польская кавалерка — это когда все в куче, как бы, и здесь как бы получается отдельно зал с кухней, да, и отдельная комната. То есть по украинским меркам это была бы двукомнатная квартира. Двукомнатная квартира. Да. Давай разбуемся. Я уже разбудся. Да. Сейчас я быстренько это уберу. Да, в общем, так вот это выглядит в американских апартаментах. Никогда нету как бы какого-то коридорчика, как у нас, где можно скинуть свои вещи. То есть ты всегда попадаешь в комнату. То есть они не, как сказать, не марнуел шешень. В общем, вы поняли, да. Они... Мы здесь сделали, ну, естественно, как бы какую-то полочку. Она вроде как под телевизором, но она служит нам подставкой для обуви. Мы там храним обувь. Скажи, а что было в этой квартире, чего не было? Ну, как и везде, в любых американских апартаментах нету мебели. Вот как бы вообще, ну, кроме кухни. Кухни, вот эта вот часть, которая вот здесь, она всегда есть в любых апартаментах. Это холодильник, это посудомойка, да, это печка, микроволновка. Всегда это стандарт, ну, который должен быть. Уже такие приборы, как чайники, там, кофеварки и все остальное. Это уже отдельно покупается всегда. Ну, то есть вот это вот стандарт. А все, что вот остальное, это мы уже покупали, где-то искали. Всякие лампы, всякие столики, где-то что-то бэушное, где-то по скидкам. Ну, в общем, на это нужно брать расчет бюджета, потому что нет таких квартир, наверное. Ну, мне не встречались там, где заезжаешь, есть все для жизни сразу. Это только Airbnb, скорее всего. А квартира на постоянной основе, там, к сожалению, мобили нету. Это надо учитывать. Я еще хочу отметить высоту потолков. Да, здесь очень интересно, что, я не знаю, это, наверное, 3,5, может, даже 4 метра. Ну, это из-за того, что человек наш, наверное, строил. И, ну, как бы дом не такой уж и старый. Потому что апартаменты обычные, которые, как бы, вот в аренду сдаются, там, где много комплекс, да. Там всегда потолки вот рукой дотянуться вот так вот. А здесь, наверное, два меня. Тебе не давят эти потолки, у тебя чувствуется пространство. Вот, это прикольно. Пойдем, наверное, туда еще покажу комнату. Это моя жена Виктория. Привет. Привет. Да, вот, мы с ней вместе переехали. Я знаю, что вы были здесь, как туристы, раньше. Это, как бы, одно, когда ты приезжаешь погулять, тебя там повозили недельку. Но когда ты уже приехал сюда, пожил, уже больше полгода, увидел немножко все изнутри. И, как бы, вот это вот чувство, впечатление, разочарование или, наоборот, вы утвердились в том, что... Мы приезжали, еще по отдельности, еще не были вместе, по визам туристическим. Я приезжал, наверное, 4 или 5 лет назад. И Вика приезжала после меня, чуть позже. Мы были в разных штатах, немножко в разных городах. Мы знали, куда мы едем у нас. В принципе, не было розовых очков, наверное, да. Мы... ну, может, чуть-чуть. Мы понимали, куда мы едем. Единственное, что нам, как бы, ну, сам Сакраменто нам не нравится, как бы, как город. Мы просто, когда куда-то ездим, у нас, как праздник, мы видим другие места, другую жизнь. И мы понимаем, что просто Сакраменто — это как чуть-чуть большое село, так многие даже здесь говорят. Вот. Вот это минус. Но сама Америка нам реально нравится, нам заходит, нам нравится путешествовать. Мы реально так поняли, что каждый месяц мы практически куда-то выезжаем, не раз. Более масштабные, наверное, почти каждый месяц куда-то поездки. Там, вот, последний раз съедал, да, ну, это мы вместе ездили. То, там, Вегас, то еще куда-то. Но такие поменьше, вот, в парке ближайшие, там, все, что в пределах, там, пару часов. Это близко, на самом деле, здесь, в Америке, то, ну, да, часто мы ездим. Вот, там, прошлые выходные в Напе были. Пока у нас есть возможность такая ездить, и, ну, нету пока еще детей. Поэтому мы, как бы, пользуемся, мы понимаем, что с детьми будет намного уже сложнее путешествовать. Такие небольшие расстояния, там, пару часов, воспринимаются очень легко, да. То есть, потому что, ну, дороги, как бы, инфраструктура, именно, вот, трассы, да, то есть, фривэи, она очень развита, хорошие дороги. Как-то все едут, как-то вот все в потоке едут, нету какой-то, ты не нервничаешь, как бы, за рулем. Ты себе расслабился, ты можешь на фончик себе включить музычку, иногда мы даже какой-то фильм включаем, но я не смотрю, я просто слушаю, если я за рулем. Да, то есть, как бы, нам, в принципе, нравится. Ну, прикольно, вот, если где-то дальше едешь, ты видишь, как меняется Америка прямо на глазах, то там горы, то леса, то где-то какие-то океаны, то есть, просто природа меняется, и это очень прикольно. Бытует мнение, что всю жизнь проводишь в машине. Да, очень много времени проводишь в машине, особенно я, потому что я... Ты не устал вот этому? Ну, трошки, да, если я работаю сейчас просто на доставке тоже, я в машине провожу очень много времени, то иногда мне надо заедать, но, типа, в основном, если мы где-то вместе уже едем, вечером я говорю, что подоехала за рулем, а я-то себе расслабляюсь, короче, там, раскладываю сидушечку. Ну, да, ну, как привыкаешь, ко всему привыкаешь. Сначала, да, тут казалось, в магазин поехать, в Польше там мы были в последнее время, да, там, выйти в магазин, это две минуты просто пешком пройтись. Здесь, ну, надо сесть в машину, поехать в магазин. В основном надо брать расчет на то, что по-любому нужна будет машина, если только вы не живете, наверное, в Нью-Йорке или в каких-то городах, где развито метро. По доставке было неплохо поначалу, сейчас летом стало очень плохо, реально прям вообще не очень. Не знаю, с чем это связано, либо это город такой, что много здесь приехало таких желающих работать на доставке. Естественно, я не считаю, я не вижу в этом перспективы на долгие годы. Как бы это временно, нужно думать над чем-то своим, либо над другой работой. Я просто, почему на доставке? Вообще у меня специальность, это больше тоже по видео связано, это монтаж, это съемка. Но когда я пошел здесь к ребятам в классную фирму, которая снимает свадьбы такие очень дорогие, как бы там по 15-20 тысяч за съемку, я пошел, как бы поработал один день, не говоря, как бы за зарплату, в конце дня он мне говорит, ну, давай типа 16 в час. А я такой, в смысле 16 в час? А я перед этим чуть-чуть парочку там часов поработал на Дурдаше, я понимаю, что на Дурдаше типа на доставке я больше могу заработать, чем в профессиональной фирме на монтаже, да, что считается уже как бы специальностью, это уже как бы не просто, это уже опыт, но у меня опыт, я на телевидении работал, я сериалы монтировал в Польше, и мне как бы говорит 16, я говорю, ну, как бы нет, почему так мало, говорит, ну, а смотри, какой мне смысл платить тебе 30 долларов в час, он знает, что эта работа стоит минимум 30 долларов в час, если, говорит, я могу эту работу нанять филиппийцев, филиппинцев, да, филиппинцев или индусов, короче, которые, говорят, сделают так точно, как ты, ну, они находятся просто не в Америке, они находятся там у себя в стране, да, и он говорит, я буду им платить там 5 долларов в час, и для них это будет классная зарплата, и сделают они на том же уровне. И я такой думаю, ну, я такой понимаю, да, окей, то есть получается весь мой, как бы, там, опыт, если в монтаже, да, то он здесь, как бы, по сути, не нужен, потому что они могут реально арендовать рабочую силу с других стран и платить меньше за то же самое. Поэтому я понял, как бы, ну, либо нужно быть очень крутым специалистом в чём-то, ну, либо иметь такую работу, которая вот нужна поместно, поместно, как бы здесь, да, либо то, что ты руками можешь сделать. И так во всём есть какой-то определённый потолок, что выше которого работодатели уже не будут платить, они скажут, нет, мы наймём вот других ребят, которые берут дешево. Вика поделится тоже своей работой, вот как она нашла. Что у тебя с языком ещё, скажи? У меня с языком всё хорошо. Всё хорошо у меня с языком. Я в Польше работал немножко так же в компаниях айтишных, там, где нужно было знание английского языка, там была нужна практика. Поэтому, ну, у меня есть язык, у меня не супер какой-то классный акцент. Ну, да, ну, мне легко. Я везде, где иду, я нигде не прошу переводчика. Здесь, в Америке, можно в разных инстанциях там просить переводчика. Я никогда его не прошу, потому что он мне не нужен. Я всё везде понимаю. Я звоню по телефону, я могу в банке позвонить, где мне нужно. Я могу поссориться с саппортом, я могу доказывать где-то свою правоту. То есть, как бы, для такой вот начальной жизни вообще хватает. Естественно, да, я хочу больше его развивать. Ну, это вот в процессе жизни пойдёт. Как нашла работу? Как быстро? Знайшла работу дуже швидко. Я сама навіть в Шотте была. Здесь, уже в Америке, на американскую компанию? Так, в Америке, американская фирма, яка находится в Лос-Анджелесе, ми працюємо всі з дому. Тобто, remote job, як вони говорять, що теж дуже класно, тому що ти можеш працювати не тільки з дому, а з інших різних штатів. Це, в принципі, перевага IT. Багато IT працюють, в принципі, на remote job, тобто, з дому. Знайшла в LinkedIn, у мене є аккаунт в LinkedIn, це така бізнес-мережа для багатьох, як IT-шники, не тільки IT-шників, взагалі людей, які працюють. І в мене дуже розвинуто є аккаунт там, тобто, людина заходить на мій профіль, і там, по факту, як моє резюме, можна сказати, мій досвід роботи, відгуки працівників, з якими я працювала, стаж, якби все абсолютно. Мені написали, мені запропонували роботу, я почала пошуки десь в грудні, спочатку грудня, і знайшла десь вже за тиждень-два, певно, що. Вже пройшла всі інтерв'ю, мене прийняли, підписали умову, ну і почала робота по факту січня. Вау. Так, було швидко. Досить швидко, чому? Тому що я знаю мову дуже добре, у мене досвід роботи був великий, 5 років. Я працюю в ІТ як спеціаліст по продажам, і тому, якби, такі працівники, вони потрібні, можна сказати. Плюс, якщо мову знаєш, то буде вже в рази легше знайти роботу. Навіть той самий піти в магазин, там, Маршал, не знаю, чи там, Старб, Скаву навіть продавати. Ти вже знаєш мову, якісь базові речі, ти можеш ще підтягнути мову. І швидше можна знайти, в принципі, роботу, якщо мову знаєш. Я, може, додавлю. Тоже інтересний момент, але це чисто мої мисли. Ми всі привыкли, що ІТ – це що-то таке вау, де можна багато зарабатувати. Це так і є, типо в Україні, в Польщі, тому що ти знаєш язик, і ти можеш удаленно роботи. Але тут, якби, к примеру, зарплата ІТ, вони хоч тут в Америкі, хоч в Польщі, вони примерно подобні. Тільки якщо ти не якогось суперкрутий програміст. А, якби, остальні зарплати в Америкі, вони, якби, примерно наравні. Тому що, якби, всі наші ІТ-шники, вони в основному роботають на Америку, або роботають на компанії, які пітається рівняться з американськими компаниями. Тому, якби, для України ІТ-шні зарплати кажуться, якби, більшими. Але, в принципі, здесь інші зарплати, та жа зарплата на доставці, она примерно така ж, як в ІТ, просто з-за того, що ти, якби, знаходишся в Америкі. Тобто, понимаєш смысл? Що, якби, там всі работають ремонт, і вони, якби, роботають, ну, скорей всего, на американських компаній, і вони, якби, получають більшу зарплату. Але, зісь, немає прям такої пропасти між ІТ і іншими роботами, якби, тому що, вона, от, примерно так ж. Ну, і, зістювно, тільки, якщо ти не какой-то суперпрограміст, і роботаєш прямо на Гугл, там, і на Аппл. Даже в банкі я смотрел, елементарний, типо, адвайзер, типо, начинайся з 16 доларів. Ну, це для доставки можна більше зарабатувати. Ну, якби, структура, якби, 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 в какой-то банк, естественно, да, скорей всего, ти можеш попасть сюди на минималку, але у тебе є можливість росту, і по прошествію многих років ти можеш бути на класній позиції. Т.е. ти можеш там лицензії получати, ти можеш банкиром стати, ти можеш стати тим, хто віддає лоунс, кредит, і подобні речі. Це да. В Америкі я так понимаю, що везде є рост. Везде, якщо ти класно себя показуєш, ти потім можеш просеїть раз в нескільки місяців от піднятия зарплаты. Це в цьому плані класно. Доставки такого, к сожалению, нету. Нету возможностей якого-то росту. Просто ти, скорейся, будеш либо так само зарабатувати, либо менше. Тебя никак не поощряють за класну роботу. Т.е. стараєшся, стараєшся, держався за рейтингом, там все четко делаєш, а все є у тебе, а все нету. Ну, тут, получается, це спрашиваю, що за образование. Здесь, мне кажется, ну, если у тебе нет никакого класного образования, которое може под американсько изменить местное, как бы получить лицензию, да, многие есть профессии, что-то можна, как бы, в принципі, поменять, как бы на основании своего диплома получить лицензию американскую, там пройти какие-то, может, экзамены, тесты. Но, если, наверное, нету какого-то образования, то надо что-то своє. Ну, и в основном все наши, которые здесь по много лет, ну, доходят до того, что все, как бы, почему-то в своєм бизнесе. Ну, наверное, потому, что нет другого выхода. То есть нет образования, нету каких-то крутых профессий. Все начинают просто с какой-то работы, ну, очень часто это со стройки, и потом становятся, как бы, прорабами, потом становятся, открывают свои фирмы. Элементарно, вот, наши спонсоры, они рассказывали, у них бизнес сейчас, но они, они начинали, ну, они, как бы, вообще, они американцы, украинские американцы, как бы, они здесь либо с маленького возраста, типа, 4 года или 4 месяца, там, ну, то есть они больше на английском разговаривают, украинские так, ну, могут, ну, как бы, больше на английском. То есть они говорили, как они начинали, то есть они просто, там, ходили по домам, что-то починить кому-то, как бы, элементарно. И потом оно раскручивалось, отзывы там, и все, и, как бы, дошло до крутой большой фирмы. Так это вот, как бы, и у кого не спросишь, у всех бизнес вырастает, как бы, с чего-то малого, и он просто растет. Хочешь что-то делать, пожалуйста, у тебя все возможности есть. Чем еще занимаются наши, в основном, здесь, кроме стройки? Вот стройка, это, наверное, номер один, да? Кто так? Да, moving, то есть, переезды, больше деньги, да, большие, быстрые деньги, это типа дальнобои. Это вообще, я считаю, что прикольная работа, если ты, тебе 20 лет, у тебя нет жены, семьи, ты просто садишься на 5 лет, в трак, да, работа, ты спишь, едешь, спишь, едешь, тратишь какое-то время, но у тебя, наверное, за 5 лет ты можешь себе дом купить без кредита, ты можешь себе много чего позволить, многие, как бы, ну, сейчас, наверное, рынок упал, не знаю, так говорят, но вообще, вот если несколько лет назад смотреть, люди, с которыми мы общаемся, они живут в классных домах, многие из них, как бы, на траках работали, дома выплачены, машины хорошие, и параллельно мутят, как бы, какие-то там еще там, то сакшены какие-нибудь, теслы покупают на восстановление, то еще что-то, так вот многие живут. Кстати, я говорил, коридорчиков нет, но тут так получилось, что вот маленький коридорчик, такой вот есть, это, короче, вот получается, комната, основная, спальня, они ее сделали большой, больше, чем та комната, логичнее для меня бы было, чтобы та комната была чуть больше, а та чуть меньше, у нас тут получается, тут пространство свободное, тут пространство свободное, как бы, можно было все чуть меньше сделать, а там сделать больше, но, вот так вот, это тоже все пришлось покупать, столы, кровати, матрасы, коврики, нам отдали, вот эти карнизы, я прикручивал сам, их вообще не было, американцы не любят почему-то, вот эти шторы, везде, где мы заходим в апартаментах, просто такие жалюзи, как бы, или ролеты, да, типа жалюзи, да, часто мы с Викой гуляем где-то по району, и видим просто, у людей не закрытые окна, вот их просто, ты видишь, люди там ходят, короче, сидят, кто-то там на кресле развалены, ну, ну, так вот, эти вентиляторы, вот у нас есть вентилятор, а как он включается, мы не знаем, не, кондер же есть еще, да, дополнительно, ну, он говорит, где-то пульт потерялся, и все, не, ну, кондиционер, я говорю, есть, да, кондиционер же, а в Калифорнии, это стандарт, нельзя сдавать, сдавать по закону жилье, если нет кондиционера, гардеробчик, можешь заглянуть, до потолка, да, до потолка, ну, в принципе, нам нечего скрывать, можешь снять, там мы дополнительные стулья засунули, чемоданы, там вообще лодка, чтобы достать до лодки, мне надо поставить стол, стол, стул, и потом туда залезть, там еще есть, то есть, они сделали над, дополнительное еще отделение туда, то есть, места реально, красавчики, много здесь, ну, это классно, ну, естественно, турничок я купил, да, можно подтянуться, красавчик, немножечко, красавчик, я только начинаю заниматься, упустим этот вопрос, я понял, да, здесь получается душ, было вот это, вот это мы докупили, полочку, такая вот дополнительная, нам не хватало, вот так это выглядит, нет, такой классный, современный ремонт, вообще, по сравнению с апартаментами, которые я вижу, да, единственное, как бы нам не до конца понятно, что, вот как бы, нет двери, да, нету здесь двери, а есть здесь дверь, то есть, как бы, та зона, как бы, как для гостей, то есть, нет такого, что, если приходят гости, я могу закрыть эту комнату, они могут в туалет себе ходить, как бы, получается, нас даже ночевали, недавно ребята, они ночевали в той комнате, но в туалет им надо, как бы, ходить сюда, то есть, они видят, получается, как мы здесь спим, и, ну, это такие, я не знаю, это везде так мы, где мы не были, это везде, почему-то так делают, ну, они, наверное, отделяют то, то, что как бы вот жилое пространство и то, что как бы для гостей. Еще хотел отметить твой матрасик кинг размер, да, самый большой. Да, ну мы просто, у нас комната, реально, мы зашли, мы посмотрели, здоровая комната. Мы подумали, если мы купим Queen, у нас вообще тогда будет, ну типа, ну а прикинь, здесь вот можно еще кровать одну спальную поставить. Настолько много места. Здесь, вообще я и посчитал, что 4 кинга сюда влезет. Вот если здесь две поставить и здесь две. У нас как-то все в размерах было, здесь просто кинги, название, вот, плюс мы такую дополнительную штуку покупали. Подставочку, да. Подставочка, то есть у них кровать, продавалась вот эта высота кровати. И на нее, если матрас ложишь, кровать получается вот такая. То есть нет, ну у них же матрасы зачастую вот такие вот огромные, как у тебя с подставкой. Да, ну это матрасы киевские, как бы получается европейские, наверное, он не такой сильно высокий. А может просто не такой, ну может подороже надо было купить. Но продается такие springbox, просто таки каркас. Чтобы поднять, да? Или из дерева, или из металла, да. То есть он внутри пустой, просто он собирается. И он такое чувствует, что это матрасы, на самом деле это такой каркас в материи. Что не нравится США? Есть какие-то моменты, которые тяжело мириться с ними? Большинство наших скажут, это певно, что бездомные, которых очень много, особенно в Калифорнии, потому что штат очень теплый. Той самый с Даунтаун Сакраменду выехать. Мы вчера были, палатка, палатка, палатка прямо при дороге. И это очень страшно. Страшно дитей отпустить, там, идут какие-то, что-то пьют, там, или за рулем, они тоже могут пить, что-то, что-то мы видел. И назад едет, что-то пьет, едет вот так. Ну, много таких разных людей. И это минус. А потом, минус для нас, как европейцев, мы звикли ходить больше, что легко доступно в магазин піти, а тут без машины нікуди, по факту. Говорят, в Америце машина – это необходимость. Потому что без машины, как без них, нет машины, не можешь пить в магазин купить банально продукты. Поэтому это минус, я думаю, как для нас, потому что мы привыкли, хочется какого-то активного життя ходить, а не только в машине проводить життя. Если сравнивать, к примеру, с медициной в Польше, по медицине, страховки, все это непонятно и странно до сих пор. То есть за походы к врачу надо везде доплачивать. Ну, как бы у нас сейчас, у нас страховка, как бы, для украинцев, которая все покрывает. Но разговаривая с американцами, у которых обычная страховка от работы, да, то есть там есть какие-то лимиты, есть, то есть, как франшизы, которые тебе надо покрывать. То есть попадаешь ты в больницу на стационар, до полторы тысячи ты платишь со своего кармана, а все, что выше, уже покрывает страховка. И вот такие вещи, то есть если ты хочешь страховку, которая прям все тебе покрывает, ты ни копейки не платишь, если с тобой что-то случается, она будет космически дорого стоить. Вот такие вещи, да, вот у меня типа self-employed, а у Вики получается умова договора, контрактная. И мы видим, то есть работодатель, да, что-то платит от себя за страховку, что-то она, как бы, получается доплачивать, то есть зарплаты высчитывает. Она тебя не распространяется? Мы не добавляли, потому что надо доплачивать тоже за эту страховку. Да, это очень дорого. Например, я доплачу в месяц сколько? Доларьев, 300, мне кажется, это еще с податками. Нет, меньше, меньше, меньше. Для себя одну. Так, в месяц, да. Но мы просто, из-за того, что у меня есть другая страховка, мы так не делали. Но вообще, если в Калифорнии тоже, я не знаю, как в других штатах, если у меня заканчивается страховка, я не могу быть без страховки, потому что меня будут штрафовать. Как бы, в конце года, когда все подают декларацию о доходах, есть еще, ты должен подать документ, что у тебя все эти месяцы была страховка. Нельзя пропуск делать, да? Нельзя делать пропуски. Я не знаю, чем это чревато, какие-то штрафы. То есть, если у тебя сейчас твоя заканчивается, которую дали тебе, тебе нужно сразу, с месяца в месяц уже найти себе пакет какой-то. Да, мне надо найти пакет и платить. Ну, опять же, как бы, здесь все сводится к тому, да, если ты работаешь, у тебя есть деньги, у тебя не будет проблемой платить за страховку. Но многие думают, а если я работу потерял, нет денег, как не платить за страховку? Ну, для этого, получается, есть вот эти все социальные программы, медикалы, которые ты приходишь, и тебе как бы от государства дают страховку, как малоимущим получается. Как вы себя здесь ощущаете, вот, как дома, как в гостях? Чувствуете ли вы какой-то там национализм, неприязнь или абсолютно здесь лучше, чем в Европе в этом плане? Да, ну, намного лучше, если, как бы, со стороны того, что ты не американец, или ты там говоришь с акцентом, или неправильно говоришь, и никто никогда не будет кривляться, ну, может, в каких-то редких случаях. Но в целом, типа, ты всегда велкам, как бы везде, много дружелюбных людей. Вот вчера пример простой был, или позавчера, мы поехали гулять в Фолсом. Ну, как бы, да, тут можно есть где погулять, но надо везде машиной туда, как бы, доехать. Мы поехали погулять в Фолсом, и там был такой уличный концерт. Много людей, в основном пожилых почему-то, ну, в общем, много людей было. И после этого концерта все люди незнакомые, они все друг с другом общаются. Мы были с друзьями, у нас там была, ну, не нашего, друзей была собачка. И к нам просто подходят люди, что-то зацепляются, ну, эту собачку спрашивают, всё. Ты стоишь там 15 минут с ними разговариваешь, как бы, они незнакомые люди, и такое ощущение, что вы, как бы, ну, знакомые. Вот это прикольная такая атмосфера. Все могут друг с другом заговорить, вот просто, как бы, на ровном месте. Никто друг друга не боится. Кто-то мне там мем скидывал сегодня, что идет американец, и, по-моему, полька. И америкос такой говорит, о, мэн, nice shoes, I really like it, have a nice day. И тут полька идет и говорит, типа, do you know him? Ты его знаешь? Он такой, no, типа, why? Ну, то есть, менталитет такой. Америкосы, вот, они идут, они со всеми вокруг здороваются, все друзья. Ну, если хорошие америкосы, они какие-то в нормальных районах. Вот, ты идешь в нормальном районе, гуляешь между домов, просто идут навстречу, все всегда здороваются, как бы, типа, hi, типа, how are you? Ну, в этом плане прикольно. В Польше чувствовалась всегда, как бы, вот, нотка, польска для поляков, польша для поляков. Вот такие, такие моменты, как бы, вот, они все равно закрыты. Вот, даже, если у тебя есть там какие-то корни, да, они могут тебя еще как-то причислять к своим, вот, там, дают тебе карта пылака, такие всякие штуки. Но, если ты пытаешься просто через работу, через учебу пробиваться, у тебя реально сложно. То есть, тебе надо пройти путь, по-моему, 7 лет минимум, наверное, или 8, да, гражданство. Ну, и это, как бы, все намного сложнее. В Германии тоже мне не нравится, в Германии как-то кривятся на тебя. То есть, реально, в европейских странах, вот, не знаю, где, вот, везде, как бы, чувствуется, такая, национализм какой-то такой вот. Здесь, вот, в этом плане этого не чувствуется, потому что абсолютно все приезжие, либо дети приезжих, у всех разный акцент, вообще никто не парится по этому поводу. В этом плане прикольно. Реально, это страна, если выучить английский, вот, как бы, мне кажется, прикольно, потому что, ну, даже я такой человек, я, типа, стесняюсь говорить, если, там, на английском, там, или, вот, я не могу так себя чувствовать открыто. Я боюсь говорить, если я знаю, что я говорю, скажу что-то неправильно. А в Америке, я не боюсь реально говорить, я, типа, звоню, типа, как-то оно намного проще все воспринимается, нет такого, что, ну, вот так вот. Я не знаю, конечно, как у тебя. Все намного хуже. Реально, как бы, язык, знание языка. Язык решается. Намного, много помогает, вот, как бы, тебе. Я прям тебя такой слушаю, прям такой завидую. Слушай, ну, вы молодцы вообще, конечно, язык решает, красавчики. Ну, а что вы думаете насчет того, что говорят, что Америка давно не развивается, что 90-е годы развитие остановилось, все идет в упадок, и это не то время сейчас, чтобы сюда ехать, рваться, сунуться, стремиться, что деградация и так далее, политика плохая. Вас как-то это затрагивает? Политика? У нас как политика затрагивает. Мы смотрим на политику, потому что мы знаем, что от действий определенных чиновников будет зависеть, дадут нам грин-карты или не дадут, потому что, ну, еще ж непонятно для украинцев. По поводу того, ну, да, многие аспекты очень странные, непонятные. Это заключается в том, что так устроено законодательство в Америке, не может просто президент сказать, что с сегодняшнего дня, к примеру, там, элементарный пример, да, там есть магазины, да, в которых не работает мастер-карта, карточка, да. Ну, казалось бы, это международный стандарт, да, виза, мастер-карт. Ну, не может просто чиновник или кто-то вот один сказать, все, вся Америка должны принимать этот стандарт, да. Это я говорю просто за определенную вещь, ну, таких вещей много, да, разных, как бы. Получается, везде есть власть города, есть власть каунти, есть власть штата, есть федеральная власть. Бывает такое, что одна власть может не подчиняться другой, или одна может быть оппозицией другой. И, к примеру, кто-то захотел сделать что-то в стране, а кто-то, как бы, другая власть становится оппозицией этому, и они не могут прийти к общему мнению. И за счет этого, мне кажется, многие вот такие даже мелкие вещи, да, какие-то стандарты, которые должны быть только в одной стране, ну, только, как бы, во всей стране определенные. Какие-то такие вещи, они не могут не предприниматься, потому что это очень сложно. Как бы, любой закон продвинуть, любой, с одной стороны, да, это, наверное, прикольно, вот оно, как бы, общество влияет, все общество влияет на законы, все, вот, как бы, органы власти, они должны между собой договариваться. А с другой стороны, ну, не знаю, как бы, есть многие вещи, которые реально стоят на месте. Но... Очень многие вещи стоят на месте, вот, по сравнению с Европой. Да, но... Если Apple Pay нет, MasterCard где-то не проходит, где-то... Кредитки не проходят. Нельзя заплатить кредиткой, только дебиткой, вот такие приколы, ты представляешь, что это бывает, если у тебя не окажется дополнительной карты или налички, ты на кассе можешь попасть, ну, я так поначалу попадал. Мэтаж? Да, мы тоже у нас были, ну, уже ты знаешь, какие магазины, ну, там, Винку, он не берет кредитки. Каска не берет, MasterCard. В Walmart не работает Apple Pay. Короче, да, такие вещи. Ну, в Америке, как нам говорили люди, у которых мы жили, американцы, да, они говорят, есть одно правило, если что-то работает, зачем это менять? Да, поэтому реально вот спрашивают, зачем ехать, да, ну, если ты можешь что-то поменять, то ты здесь реально будешь успешный, да. Приедь, сделай что-то, что ты видел там в Европе, в Украине, что классно работал, а здесь этого нет. Ты можешь это сюда привезти, ты можешь сделать с этого бизнес, и будет все классно, да. Хорошо, расскажи, как вы нашли это жилье, сколько оно стоит в месяц? Да, ну, получается, это родственники наших спонсоров, наших друзей. А уже они просто... Мы искали жилье, мы ездили по разным апартаментам. Нам либо не нравились районы, либо сами апартаменты, либо цена. Цены были 1800 плюс за 1-бедром. То есть, это еще оплаты. Ну, можно было дешевле, где-то чуть-чуть, там, на 100 долларов, но в районах, в которых мы не хотели. У нас классно, ну, наши друзья нам сказали, что не нужно... Лучше платить дороже, но в лучшем районе, чем в плохом районе. И потом, как бы, жаловаться или, ну... Мучиться. Она говорит, многие приезжают, да, снимают в самом плохом районе, где, ну, много бомжей. И потом говорят, что это за Америка, короче, ну, и уезжают. Да, кого-то мне это напоминает. Да, у нас район получился, ну, не самый, как бы, крутой, да. Самые крутые районы, это, там, Розвиль, Фолсом. Ну, туда, как бы, в другую сторону. У нас Фейер Окс. Часть района классная, часть такая. Дороги мне не сильно здесь нравятся, на удивление. Многие не знают, что... В Калифорнии, наверное, самые худшие дороги в Америке, так говорят. Ну, по крайней мере, тракисты, с которыми я говорил. Хотя самый дорогой штат, самый богатый штат. Да, вот, мы нашли это жилье через, как бы, получается, наших друзей. У них, у родственников, как раз освобождалась квартира. И они нам говорят, ну, хотите, поехали, посмотрим. Ну, я не знаю, понравится ли оно вам, оно не такое суперсовременное. Вот так нам говорили. Мы поехали, посмотрели, и мы просто входим и сразу говорим, типа, да, это то, что надо. Потому что оно было классное, оно, наверное, было лучшее. Ну, по крайней мере, в этой ценовой категории, которую мы смотрели. Платим мы полторы тысячи за все. Абсолютно за все. Со всеми билами, со всеми... Даже интернет нам дал пароль от Wi-Fi, который сегодня не работает. Ну, важный момент, я просто знаю, что вам пришлось подождать, это раз. Да, ну, в том-то и дело, что, получается, мы у спонсоров наших жили два месяца. Мы хотели уже раньше съезжать, и мы раньше искали. Ну, как мы нашли это жилье, то тут, как бы, еще люди, которые предыдущие нас, они, как бы, переезжали, и у них что-то не получалось с переездом, они откладывали, откладывали, откладывали. И нам постоянно звонили, говорили, ну, еще недельку, еще недельку надо подождать. И, ну, так вышло, что мы немножко, как бы, больше посидели у людей. Но они нам были welcome, они без проблем, как бы, не выгоняли нас. У нас очень классные отношения, мы в гости ездим часто. Вот, нас зовут на дне рождения. Вот, поэтому это очень классно. Ну, о спонсорах, может, уже там... Да, второй важный момент, что было где подождать. Подождать, а не на ЛНБ снимать, знаешь, там, неделя, тысяча баксов. Да, да, да. Это... Да, то есть это очень важно, как старая поговорка. Не мать 100 гривен, а мать 100, друзья. Ну, в переводе на русский язык не хочется рубли здесь упоминать. Все, вот, местные иммигранты, все говорят, что, ну, не будет такого, что всех выгонят просто по окончанию пароля. Говорят, что в любом случае все как-то легализируются. Не знаю, как правильно сказать. Вот, это, ну, это первое. Второе, я не знаю, как будет. Я не знаю, на каком этапе мы будем вот через год, да. Потому что я вижу, как, в принципе, все развивается. То есть вот эта кредитная история, да. Многие... Я очень много это изучаю, мне это интересно. Я ее строю уже сейчас, да. У меня там уже за полгода, да, сколько я здесь нахожусь. Ну, может, чуть больше. У меня уже там четыре кредитки, да. Я вот сейчас уже хочу пятую открывать. То есть мне уже дают классные лимиты кредитные. А я понимаю, что реально с такими успехами, ну, естественно, если у меня там будет вклад властный в собственный, ну, то есть, как это сказать... Первоначальный взнос. Первоначальный взнос. То, ну, я могу, наверное, дом себе позволить через несколько лет. Потому что система устроена так, что если у тебя классный кредитскор, если у тебя есть деньги на первоначальный взнос, если у тебя есть там работа стабильная, то ты можешь покупать дом. Вот через два года, по-моему, стабильного... Это плюс, так? Бо я додам, например, в Польши мы могли мряти про квартиру. Мы про дом навіть не задумывались, потому что космос, цены, и ты, понимаешь, что ты не вытянешь. Тут практически все мают, ну, будинки. То есть, если у тебя классный кредитскор, ты можешь через два года плюс-минус взяти кредит на будинок и жить в будинке своим backyardом. Да, и платить за этот кредит ты, скорее всего, будешь столько же или меньше, чем за апартмент. Ну, либо чуть больше. Не знаю, ну, в зависимости. Все тут тоже влияет. Вот эта ставка, да, какая на кредит. Все равно же кредитскор не самый основной. Еще же доход. Ну, не самый основной, но это очень, типа, ну, то есть, если у тебя плохой кредитскор, но у тебя много денег, то, скорее всего, сложно будет купить. То есть, ну, нужно все вот эти три вещи, да, вот это стабильный какой-то доход, чтобы был на протяжении последних двух лет, чтобы были какие-то финансы на первоначальный взнос и классный кредитскор. Но говорят, если две из этих вещей совпадают, то, ну, как бы, если две из этих вещей, как бы, очень классные, то можно и, как бы, третья не так влияет. То есть, если у тебя классный доход был, у тебя классный кредитскор, то говорят, что можно, есть программы, чтобы взять жилье без первоначального взноса. Либо наоборот, если у тебя есть первоначальный взнос 20%, но у тебя плохо с, нету классной истории, чтобы показать, вот, как бы, доход, но есть классный кредитскор, то тоже можно жилье найти. Поэтому, ну, то, что я могу сделать сейчас, да, это вот кредитскор, мы работаем над кредитскором, мы работаем над, собираем, да, финансы стараемся, не сильно транжирить. То есть, вот эти моменты, чтобы в будущем себе иметь возможность, как бы, приобрести жилье. Ну, что самое интересное, что если вдруг нам не понравится здесь, в Калифорнии, мы можем, имея здесь вот эти, как бы, показатели, мы можем где-то в другом штате, где жилье дешевле, мы можем там купить, как бы, к примеру, да, переехать, если нам, к примеру, тут не будет нравиться. То есть, вот такие моменты. Это классно, что, ну, человеку, как бы, реально, он может себе дом позволить. Ну, этот дом будет, как бы, как с американской картинки, скорее всего, да, вот тут гуляли рядом на районе новые дома. Вот это как вот в Польше мы смотрим, квартиры строят, да, новые. То тут вот целый район, именно домики такие красивые, как с картинки, уже с посаженным газоном, потом все под ключики продаются, там, ну, на данный момент 700 тысяч, но говорят, можно торговаться, как бы, а 700 тысяч, скорее всего, имея работу, если там муж и жена работают, то кредит взять не такая проблема. Твой кредит может выкупить какой-то другой банк. То есть, у тебя уже есть кредит, у кого-то лучший процент, ты хочешь перенести свой кредит туда, тебя тот банк может выкупить у твоего банка кредит, и ты будешь уже платить там меньше. Есть всякие перерасчеты. Либо вот твой дом вырос, в цене на разницу можешь вытащить деньги, там, на бизнес или на что-то, да, такие моменты есть. Такой тоже есть, да. Расскажи про то, что ты мне говорил, что прошло сколько времени, и тебе уже банк твой дает... Да, мне банк уже готов дать на машину 48, по-моему, тысяч просто на любую машину, типа, как кредит. То есть, спустя полгода, да, то есть мне готов доверить уже такие деньги, ну, это все за счет того, что я работаю над кредитной историей. И вот, смотрите, Теслу я смотрел. Мне просто Теслу хочется не из-за того, что это какая-то суперклассная машина, это так себе машина, ну, тройка, по крайней мере. Но прикольно, что ее, ну, как бы, это как гаджет. Вот мне интересно именно попробовать, как эта вот машина как гаджет, что ты там ее можешь обновлять, кучу всяких, ну, фишек прикольных, и как бы, ну, ездить бесплатно практически, да, потому что она там дешевая заряжать. Селвичную можно вообще тройку взять за 20 тысяч, но, что интересно, на официальном сайте Теслы есть бэушные машины, я так понял, после лизингера, и там бывает у них там 10 тысяч, пробег 15, и можно тройку купить там за 29-28 тысяч с гарантией до 100 тысяч миль на батарею и на двигатель. И если это брать в кредит, то это получается по 400 долларов в месяц, ну, что вообще считается, как бы, немного здесь. Понятно, если переводить в гривни. Ты на топливо можешь тратить до 400 долларов. Да, то есть на топливо можно больше тратить. Если есть дома зарядка, надо еще установить вал-чарджер, он типа стоит там 400 или 500 долларов, и тогда можно заряжать ее за ночь, то есть там 40 миль в час. Я бы хотел взять Теслу, опять же, не то, чтобы это как бы я прям мечтаю о Тесле, а вот именно как бы тоже для кредит скоро, потому что это очень полезно. Это считается серьезной покупкой, да? Это считается покупкой, да, если я стабильно ее плачу, и потом я покупаю дома, они видят историю, вот у меня была Тесла, я ее успешно выплачивал, мне дают, да, ну, охотник кредит под лучшие проценты. Да, не просто смартфон ты выплачиваешь, а именно что-то более серьезное. Да, то есть, ну, многие так делают, берут машину чисто, даже если есть деньги у тебя, чтобы заплатить за эту машину, нет смысла, потому что как бы лучше взять в кредит, чтобы показать для истории. Если на еду, вот чисто дома ты живешь, то я думаю, что 700, где-то так вот, наверное, мы тратим, вот, на еду. Топливо как бы не сильно тут как-то бьет по карману. В Польше последний раз, когда я заправлял полный бак, дизеля, это было 400 злотых, так было очень ощутимо, то здесь типа 60 баксов не сильно так чувствуется, как бы, что это прям сильно много, вот, как в Польше. В Польше реально как-то так неприятно было такие суммы отдавать за заправку. В целом, по ощущениям, здесь по деньгам легче, чем в Польше. Вот вы там вдвоем работали, здесь вы вдвоем работаете сейчас. Да, конечно. Вообще легче. Финансово чувствуется, что легче. В Польше мы точно какой-то Тесле бы не разговаривали вообще, как бы. Ну да, dream big, кто-то может так сказать. Да, тут мы типа реально... Разговоры чуть другие. Разговоры другие, то есть ты думаешь о доме, там ты можешь дом себе купить в будущем, ближайшем там пару лет, знаешь. А в Польше перспектива это была квартира или шереговка, там какая-то. Айфоны последние. Мы типа не хотим хвалиться ничем, но вот 14-й айфон, я плачу за два айфона 60 долларов, ну как бы зато в месяц, потому что есть всякие такие моменты, ну, которые тебе позволяют купить дешевле, и как бы для тебя 60 долларов за два айфона, это не так как бы... Включая связь, да? Включая связь, да. То есть, ну... Но важный момент это когда ты уже немножко разобрался. Когда я разобрался, то есть... Потому что вначале тебя могут... Интересные программы, потому что я за свою десятку, когда приехал, у меня был айфон X, я получил, как бы, трейд-ин сделал, то есть это как у них акция была, но это рождественская. Мне за мою десятку 800 долларов возврата, у нее был 12-й, и ей тоже 800 долларов возврата, и эти деньги это как... На связь. Кредит на связь, на телефоны, то есть мы берем, получается, новые айфоны за минусом вот этих 800 баксов. 1600, если бы, да. Да. То есть интересные вообще такие моменты есть разные. То есть многие вещи, которые там реально сложно себе позволить, здесь очень легко тебе, как бы, дают. Финансовое положение здесь, оно, конечно, много чего решает. Ты тогда закрываешь глаза на многие вещи, которых тебе здесь не хватает, из-за того, что ты видишь, что ты можешь себе, как бы, больше позволить. Изначально, еще до украинских беженцев, большинство эмигрантов, они переезжали по религиозным убеждениям, поэтому здесь очень много церквей. В одном только Сакраменто, а 80 славянских церквей, то есть это украиномовных, русскоязычных. То есть реально здесь, мне кажется, хочешь найти друзей, тут реально надо идти в церковь любую, ну, ты там быстро найдешь друзей, советы, помощь любую. Это, конечно, прикольно, это в Сакраменто. В любых других американских городах, ну, стопудов тоже полно церквей, потому что Америка, это она считается, вот, как бы, христианская страна. Здесь именно вот церквей, ну, очень много всяких католических, всяких, ну, православных, кстати, я не знаю, я видел или не видел, но всяких протестантских, католических, точно очень много церквей. Совет вот людям, которые на подходе уже сюда прилететь, либо кто размышляет, раздумывает. Я думаю, честно, если у вас все хорошо в той стране, в которой вы находитесь. Польша, говори как есть. В Польше, ну, большинство, наверное, зрителей смотрели из-за Польши, Виталика, да. Если у вас все хорошо в той стране, есть документы, ближайшие перспективы, там, сталый побыт или гражданство, недвижимость, возможно. Какая-то недвижимость или бизнес, это вам 300 лет не надо сюда ехать. Реально. Мы поехали, потому что у нас не было резидентства, мы не были резидентами Польши, мы считались постоянными жителями Украины. Последнее, там, какое-то время мы, если вы смотрели Виталика видео, мы также сражались в суде за справедливость. То есть мы уехали, потому что так получилось. Так получилось. Мы не собирались. Мы, наверное, если бы с документами у нас было все хорошо, то бы мы, наверное, сюда не приехали. Польша классная. Польша классная. Мы скучаем за ней. Если кто-то сюда рвет и метит, как ты говоришь, Америкой, то запаситесь терпением на несколько лет, что вам, скорее всего, будет часто хотеться уехать, вернуться. Мы просто знаем, как это в Польше было, как это здесь. Оно временами приходит, какое-то уныние, что-то там не нравится. Потом опять ты, вроде все классно, потом опять вот так, вот так, туда-сюда. Это может, наверное, длиться, говорят, до двух лет обычно. Это надо реально перетерпеть. Второе, как Вика уже сказала, это деньги. Как можно больше. Если есть, что продать, продавайте. Не оставляйте машины, какие-то вещи, которые там, ну, недвижимость, конечно, я бы оставил, если бы у меня была. Но какие-то вещи, все как по максимуму надо там продавать и по максимуму с собой больше денег везти. Да, здесь все можно купить по месту. Все можно купить и лишними деньги здесь точно, ну, не будут, поэтому максимально надо много везти, да, денег. Ну, и едьте не в Сакраменто. Да. Честно. Не, но все вот эти районы хорошие, пригороды, Сакраменто, они же классные. Да, классные районы сто процентов. Ну, каждый переезд это сложно, ну, нет. Мы ехали в Сакраменто, мы знали, что это не супер какой-то классный город. Из-за спонсоров, да, но теперь уже и друзей много, и эти же спонсоры, друзья. Теперь уже сложно вырваться, когда ты... уже куда-то сложно вырваться, потому что ты... Человек везде, где находится, он обживается, обживается вещами, людьми, вот как бы всем уже, ты город знаешь, куда ехать, я уже без навигатора езжу, вот такие как бы моменты, а все равно где-то хочется, ну, может из-за того, что, да, в Европе там чуть-чуть пожили, может хочется где-то в такие места, где ты можешь погулять, где ближе к людям, ну, на самом деле в Сакраменто, да, если классный район, it's ok, типа тут, ну, классный район, надо тогда больше чуть зарабатывать, надо иметь, чтобы иметь возможность жить, ну, реально в такой Америке с картинок, с фильмов. Все еще перед нами, да, мы только полгода здесь, ну, чуть больше. Ну, уже размышляйте над сменой штата, или пока нет, там были бы в Вашингтоне, в Орегоне. Штат нам нравится, вот если бы только южнее чуть-чуть, как бы вот, не знаю, если в Калифорнии хочется, все думают, Калифорния, это вот пляжи, океаны, но здесь, если поехать на ближайший пляж от Сакраменто, то это просто будет в куртке сидеть, потому что тут как бы холодно, надо именно на южнее ехать. Посмотрим, как бы мы, мы пока нет такого, что мы прям привязаны, и мы хотим прям здесь жить. Хотелось бы жить поближе, держаться все вместе, вот, как бы, где семья, где друзья, как бы, мне кажется, да, если мы уедем, то Витальку подтянем с собой. Да, вы собрались. Вы легки на подъем, бездетные, свободные, удаленная работа. У тебя, у тебя тоже, включил приложение где-то в другом городе. Ну, тебя тоже, вообще-то. А, ну да. Ну, у меня сложнее, у меня дети, видишь, школа, то есть у нас классная школа сейчас, и сложно такую найти. Реально, люди туда ездят, по 40 минут детей возят, а мы, короче, она возле нас. И такие моменты, когда дети уже сложнее, поэтому сразу едьте туда. Ну, а как они могут знать, когда они нигде не были, они приезжают первый раз? Это мы приехали, здесь пожили, рассмотрелись, да, мы понимаем, что надо тот район, тот пригород, там лучше, уже мы понимаем, люди, которые здесь не были, они не могут этого понять. Мы хотим еще, не знаю, в этом сезоне получится или не получится, поехать на юг, туда больше, в Лос-Арл-Ай, и может Сан-Диего, ну, это от нас, получается, сколько там часов езды? Восемь? Шесть. Ну, до Л.А. шесть часов, да, то до Сан-Диего, наверное, восемь, десять, не знаю. Ну, короче, трошки больше. Хочется посмотреть, потому что у нас сейчас поехали друзья, которые из Сакрамента в Сан-Диего, они просто уже хотят переезжать реально. Они говорят, люди ходят, типа, крутые города, бомжей нету. Ну, их как бы говорят, их гоняют бомжей, типа, вот что они тебе не мозолят, как бы, глаза. Близко к океану. Ну, вы не думайте, что мы там против, типа, ну, не то, что как бы против бомжей, типа, вот там, просто вы не понимаете, какой они здесь делают беспорядок. Вот, как бы, вот это все, ты идешь, ты вроде в богатой стране, а у тебя вот это вот палатки стоят, это все как бы напрягает, и плюс тебе некомфортно, как бы даже с точки зрения безопасности, когда ты вот проходишь мимо каких-то таких вот людей, и поэтому, ну, нам бы не хотелось жить там, где вот у тебя окружают бомжи. Типа, даже в самом Сакраменто, там есть классные апартаменты, вот мы недавно гуляли, видели, но ты просто выходишь из этих апартаментов, вот тут это с тележками, вот этими едут, вот это наркоманы, которые вот так вот зависают, как-то так вот, ааа, так ты, ты реально идешь, вот так вот, чувак стоит просто вот так вот выгнутый спиной, типа вот так вот, вот так вот как-то назад, и он так завис. Бывает вот так, с голой задницей, вот так, не раз в виде, вот так вот так. Ты завишь, ты на это смотришь, ну, тебе не хочется на это смотреть, как бы, потому что, ну, оно не очень приятное зрелище. Бывает, да, вот как Виталий говорит, многое, есть один контингент людей, которые ходят со спущенными штанами, почему-то именно типа вот сзади как бы, почему-то... Нет, со спущенными штанами, которые я говорю полностью до гола. А, вот так вот? Я видел некоторых, которые зависшие вот так. Но это окей, это может быть потерянные, а типа есть... Которые регулярно носят спущенные штаны. Которые регулярно носят штаны, я не хочу называть цвет кожи этих людей. Они не только, они все, многие другие даже, да? Ну, в большинстве случаев, ну, они именно все, да, так. Да. Не знаю предысторию, может, это... Не, я знаю предысторию, это и тянется из тюрьмы. Не, ну, в целом, люди, які знають мову, які готовы развиваться, что-то складывать, мне кажется, Америка, это «Краина-можливостей». А, еще иначе словами, она, наверное, помогает тебе расправить крила, эти самые кредиты дать на будинок, на машину, на бизнес, если у кого-то есть идеи. Тобто, допомогает тебе раскрыться страна возможностей, как говорят. Тобто, заохочем, если кто-то мает желание, готовый развиваться, готовый вкладывать, ехать, потому что крылья не поддерживает, поревняючи с Европой, так, где мы говорили, что, например, тебе крылья подрезают, трошечки, то тут, а не впаки, помогают их расправить. А что, если без мовы? Вот, не знаешь, ты или человек в старшем возрасте, он вряд ли выучит язык. Да, такие тоже. Есть эмигранты, которые по 30 лет живут, и когда у него спрашиваешь, типа, я ему питаю в него, говорю, типа, обе англійською говорите, он каже, англійською мовою говорите, он каже, на что мне там мова? Я иду туда, и мне дают перекладача, иду туда, и мне дают перекладача. и у меня тут все знакомые, все украинцы, и у меня там мова. И они так 30 лет живут, и все окей. Мы живем в кредит, как вы будете писать в комментариях, вот они живут в кредит, да, вот мы живем в кредит. Я керемулярно сплачиваем. Каждую неделю я его плачу. Нет, вы еще не живете в кредит. Что? Мы живем полностью за кредитки. А, ты имеешь в виду кредитки? Кредитки. Да, я тоже. Я же тоже хочу все кредитки. Все только кредитки мы платим, зато у нас кэшбэки накапливаются, уже пару раз мы уже выплачивали по 200 баксов кэшбэки, тогда, когда мы открывали, кредит скоро растет, и чувствуем мы себя, типа, хорошо. Главное правило, просто не тратить. Просто надо реально, кредит это инструмент, да, как и любые другие, как бы, вот вещи, да, то есть, можно им пользоваться правильно, и, как бы, жить лучше, да, а можно пользоваться, понабирать себе кредитов, телевизоры, телефоны, машины, непонятно что, и потом потерять работу, и жить, и быть в долговом рабстве, да. Поэтому не бойтесь кредитов, если вы в Америке, просто лучше смотрите много видео в интернете обучающих, для чего они нужны, как ими пользоваться. Я не заплатил еще ни разу никакого, ни одного процента за кредит, потому что есть кредитки, это новая тема, да, Амазон кредитка у меня, это, я могу все, что хочу с Амазона покупать без процентов, на выплату, как бы, насколько хочу времени, то есть, таких вещей очень много, просто, еще и кэшбэк, 5 процентов, еще и кэшбэк, да, то есть, в общем, интересные всякие моментики. В общем, я так понял, вы довольны, да, в принципе, в целом? Ну, я думаю, видно, что нормально, да. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите, его лайком, напишите какой-то комментарий, до новых встреч, пока.